Кто-то сдаёт кровь впервые, а кто-то уже близок к званию почётного донора. Наталья Евгеньевна решила стать донором в 2015 году. Сегодня у неё уже 16 кровоодач. Пришла не одна, а супруга. У него счёт идёт на четвёртый десяток. Именно столько раз необходимо сдать кровь, чтобы присвоили звание почётного донора. За два дня нельзя есть творог, масло, молоко, сало. Вообще нельзя есть за два дня желательно. Чтобы был хороший гемоглобин, хорошее давление, вес. Ну вот, и всё. И вперёд. На доброе дело. Перед добрым делом за два дня надо исключить ещё алкоголь. Жирную пищу и кисломолочные продукты не стоит употреблять за 12 часов перед походом в отделение. Стать донорами крови могут здоровые люди, достигшие 18 лет. Не должно быть противопоказаний, в их числе тяжёлые соматические и инфекционные заболевания. 450 мл – именно столько крови берут у донора. Процедура занимает меньше 10 минут. Затем можно восполнить силы чаем с сахаром и печеньем. В придачу 624 рубля. И справка на два дня отдыха. Саму же кровь отправляет в лабораторию. Кровь проходит тестирование на инфекции, которые передаются через кровь. Это вирусные гепатиты, это ВИЧ-инфекции, это сихилис. Тестированием этих заболеваний занимается Новосибирский клинический центр крови. А на базе нашего отделения мы проверяем у доноров группу крови гемоглобин и оцениваем биохимический показатель работы печени, АЛД называется. Мы готовим два гемокомпонента. Один называется ретроцит и второй – плазм, свежезамороженная. Эти компоненты будут использовать уже в медицинских целях. Каждый пакет идёт по назначению – в операционной и больнице Бердска. Врачи говорят, редких групп для них не существует. Нужны абсолютно все. В июле Бердское отделение переливания крови заготовило чуть меньше 100 литров. Это используется при больших кровопотерях, как и ретроциты, так и плазма. Есть ещё показания отдельные для ретроцитов, это не имеет тяжёлой степени, которые могут быть хронического генеза. Ну а плазма, она в основном используется при больших кровопотерях. У нас больница с экстренной скорой помощи в основном всегда не знает, что будет через 5 минут. Поэтому у нас должно быть заготовлено всех группы крови понемножку, чтобы всегда было чем оказать первую помощь. Желающих помогать становится всё больше. В прошлом месяце отделение посетили 34 первичных донора. Но добровольцы нужны всегда. Порция крови может спасти чью-то жизнь. Очень важно, чтобы не только наши доноры ходили, не только доноры ходили кадровые, которых вы сегодня видели. Очень важно, чтобы к нам приходили первичные доноры. И мы очень рады тому, что у нас каждую неделю бывает 8, 9 и даже до 10 первичных доноров. Это просто счастье. Эти люди, они наше будущее. Отделение переливания крови ждёт доноров во вторник, в среду и четверг к 8 часам утра по адресу Боровая 109, 2-я взрослая поликлиника, 2-й этаж. С собой необходимо иметь паспорт и результат флюорографии. Спасибо.